ЛУЧШИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК Обычай обмениваться подарками в определенный день года начался раньше Рождества, но значение его гораздо меньше. Он практиковался почти во все века мира и среди многих разных народов. Это прекрасный или глупый обычай в зависимости от обстоятельств. Поощрение дружелюбия или дань моде, выражение доброты или просьба об одолжении, проявление щедрости или маскировка жадности, веселый старый обычай или бесполезный старый фарс – все это зависит от мотивов, по которым действуют люди. Но когда эта древняя и по-разному интерпретируемая традиция дня подарков была перенесена на рождественский сезон, она вступила в жизненно важный контакт с идеей. Пример жертвы Иисуса Христа должен поднять ее на более высокий уровень. Образцом является жизнь Иисуса Христа. Идея заключается в бескорыстном интересе к счастью других. Великим даром Иисуса миру был Он Сам. Он жил среди людей и для людей. Христос ничего не оставлял для Себя, ничего не таил. В каждом конкретном и личном подарке, который Он делал определенным людям, было что-то от Него самого, что делало дар драгоценным. Например, на свадьбе в Канне Галилейской он заботился о чувствах устроителя пира. Его желание, чтобы каждый гость нашел должное развлечение, придали аромат небесного гостеприимства вину, которые Он предоставил. Когда Он дал хлеб и рыбу голодной толпе, которая следовала за Ним среди холмов у Генесарецкого озера, люди были освежены и укреплены проявлением личной заботы Иисуса. Это была еще одна иллюстрация – лучшие блюда зелени и при нем любовь. Исцеления, которые Он даровал многим различным страдальцам, свидетельствовали о том, что Иисус был готов отдать что-то от Себя. Он дарил свое сочувствие и свою жизненную силу тем, среди которых жил. Однажды, когда к Иисусу на постели принесли парализованного, Он удивил всех. Многие оскорбились, что Он объявил бедняге прощение его грехов, прежде чем дать новую жизнь его телу. Это было просто потому, что Иисус думал, прежде чем давать. Он хотел удовлетворить самую глубокую потребность человека. В каждом даре Он что-то отдавал от Себя. Все настоящие рождественские подарки должны быть по этому образцу. Не то, чтобы все должно быть торжественно и серьезно. По большей части это связано с незначительными желаниями, с сердечными радостями и маленькими знаками дружеских чувств. Но чувство должно быть чем-то большим, чем знак внимания. Иначе подарок не будет относиться к Рождеству. Чтобы делать подарки таким образом, требуется время, усилие и бескорыстная трата средств. Но это единственный способ, который соответствует событию. Лучший рождественский подарок не тот, который стоит больше денег, а тот, который несет в себе больше любви. Как редко бывает Рождество. Только раз в год. И как скоро оно заканчивается. Ночь и день. Если это все, то оно не более долговечно, чем маленькие игрушки, которые покупают у факира на углу улицы. Они работают в течение часа. А потом пружина ломается, ноги отрываются. И ничего, кроме мусора, не остается. Но, конечно, это не должно быть все Рождество. Один день щедрости, выделенный из всего года. Только один вечер веселья, отмечаемый в домах. Если каждый подарок является символой личной мысли, дружеского чувства, бескорыстного интереса к радости других, то мысль, чувство, интерес могут остаться после того, как подарок сделан. Небольшой подарок или редкий и долгожданный подарок не имеет значения, будет ли сосуд золотым или серебряным, железным или деревянным, глиняным или просто небольшим кусочком бересты, может нести в себе слова примерно такого рода. Я думаю о тебе, потому что сегодня Рождество, и я желаю тебе счастья. И завтра, поскольку это будет следующий день после Рождества, я пожелаю тебе счастья в течение всего года. Возможно, я не смогу говорить тебе об этом каждый день, потому что я могу быть далеко. Может быть, мы оба будем очень заняты. Возможно, я даже не смогу позволить себе оплатить почтовые расходы за такое количество писем или найти время, чтобы написать их. Но это ничего не меняет. Мои пожелания остаются точно такими же. В своей работе и в жизни я стараюсь не быть невнимательным к тебе и не причинять тебе никакого вреда. В свободное время я хотел бы разделить с тобой все удовольствия. Я всегда радуюсь твоим успехом. Желаю тебе счастливого Рождества. В мире очень много людей, которых мы знаем, но которым по разным причинам не можем послать рождественский подарок. Но едва ли найдется хоть один человек во всех кругах наших знакомых, с которым мы не могли бы обменяться радостью рождения Спасителя. В любом случае, самый лучший рождественский подарок – это христианская жизнь. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея 5.16 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова